Так, сколько на думку Дмитра Ильича залишилось Путину судить в Кремле, чи его ждет доля Сталина? У Дмитра Ильича нет на это думки, никакой. Потому что кто думает о том, сколько Путину осталось, всегда проигрывает. Этого не знает никто, даже Путин. Хотя вот Сергей Пугачев, в частности, и не только он, целый ряд людей, которые знают кремлевскую кухню изнутри, говорят о серьезном конфликте между председателем, директором ФСБ Патрушевым, бывшим директором ФСБ, он сейчас секретарь Совета национальной безопасности, и Владимиром Путиным. Потому что существуют кремлевские башни, кланы Путин и Шойгу, например, это одна история. Патрушев это другая история, там силовики есть. Башни. Лизни, башни. Башни. Но Патрушев имеет огромное влияние. И Патрушев, как говорят многие мои собеседники, очень умный человек. Очень умный человек. Вообще, покойный Евгений Кириллович Марчук рассказывал мне интересную историю. Как они встречались в Крыму. Можно уже говорить, Евгения Кирилловича нет в живых. Присутствовал Игорь Петрович с Мешкотом. Была встреча очень интересная. Крым, 2003 год. На государственной даче Марчука. Марчук на тот момент, наверное, секретарь СНБО. С Мешко Игорь Петрович, председатель СБУ. Это с украинской стороны, с российской стороны Сергей Иванов и Николай Патрушев. И вот Евгений Кириллович говорит, вот при таких встречах всегда люди обращают внимание на то, кем кто был в 91-м году. В 91-м году, на момент развала СССР. Он говорит, я первый заместитель председателя КГБ Украинской СССР, генерал-майор. С Мешко, самый молодой в Советском Союзе доктор наук по кибернетике, полковник и так далее, военный человек. С той стороны, Иванов подполковник КГБ СССР, и Патрушев, Иванов или майор, или подполковник, и Патрушев, или майор, или подполковник Карельской автономной республики. И, соответственно, отношения. То есть, Марчук, это величина, и они все, соответственно, так к нему относились. На момент 91-го года. Кто кем был? То же самое, когда встречался Кучма с Путиным, например. Этот статус-кво невозможно было ничем пересилить, потому что кто такой Кучма на момент 91-го года? Директор крупнейшего в мире оборонного завода Южмаш, государство в государстве. Вы знаете, что такое Южмаш? Подземное царство, там трамваи ходят под землей. Ракеты, крупнейшие ракеты в мире. Южмаш. Директор. Лауреат Ленинской премии, член ЦК КПСС и так далее, и так далее. А кто такой Путин на момент 91-го года? Майор КГБ. Несерьезная история. И это всегда ощущалось. Всегда.